Молодые люди должны быть готовы к тому, чтобы уже завтра взять на себя ответственность за судьбу своей страны. Именно в таком ключе и начал свою встречу со студентами второго курса факультета экономики и финансов Полесского государственного университета депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Амельянюк. Чтобы диалог состоялся, Александр Павлович познакомился с ребятами, чтобы узнать их настроение, чем живут и о чем мечтают будущие маркетологи. Благодаря Полесскому государственному университету для нас открывается много перспектив в будущей профессии. И в этом очень помогает распределение, которое нас ждет по окончанию образования. И очень важно и приятно то, что распределение могут получить не только студенты-бюджетники, но и студенты, которые учатся на платной основе. Следовательно, если они хотят получить это распределение, они могут обратиться и им помогут с поиском первого места работы. И они смогут начать работу довольно быстро и на хороших рабочих местах. Конечно, студентов интересовала работа депутата. Как Александр Павлович пришел в политику, в чем особенность законотворчества, какие законодательные акты рассматривает главный законодательный орган страны, какие касаются непосредственно Полесского региона. Вот лишь некоторые вопросы, которые задали своему гостю. Александр Павлович убедительно расставил акценты на том, как важно современному человеку быть информированным, при этом не попасть в ловушку вымыслов и искаженных фактов, и только благодаря знаниям иметь твердое убеждение. Конечно, очень важно говорить тем, кто прожил 90-е, 2000-е годы, говорить о том, что мы пережили, что мы видели, что было в то время. Потому что молодежь ведь живет ныне, и они информацию могут получить от нас. Та информация, которая может быть им предоставлена, она может быть и недостоверной, она может быть негативной, она может быть совершенно искаженной. Поэтому те, кто помнит, кто знает, должны доводить правду до молодежи. На 7-м Всебелорусском народном собрании глава государства Александр Лукашенко сказал, что патриотизм – это уверенность в будущем своей страны и желание сделать ее лучше. И это главное, что должно быть у молодого поколения Беларуси. Сегодня диалог с молодежью строится на том, чтобы они с первых уст узнали, что современная история Беларуси, начало пути ее становления и созидания связаны с институтом президентства. Это важная веха нашей истории, без знания которой трудно двигаться вперед. Молодые люди, с которыми сегодня мы общались, они все грамотные, они все прекрасно думают, мыслят. Я думаю, что они выводы, безусловно, для себя каждый сделает. Я думаю, что мы нашли общий язык. Я был в двух группах разных факультетов. Прекрасные дети, разные. Они по-разному относятся к тому, что происходит с нами. Но в общем они мыслят. Вот это, мне кажется, самое главное. Электоральная кампания, участие в которой принимают и эти студенты, хорошая возможность для них продемонстрировать свою зрелость убеждения, а по большому счету и патриотизм. В период электоральной кампании очень важно, чтобы молодежь задумалась о том, как мы будем жить дальше. О том, чтобы сохранить суверенитет нашей страны, чтобы мы дальше жили в мирном государстве. В мирное время, чтобы каждый мог заниматься тем делом, которое ему по душе. Каждый из участников встречи вынес для себя что-то интересное, важное. То, что будет мысль и заставляет о многом подумать и многое взвесить. И эти ребята на правильном пути. Только положительные эмоции. И хочу выразить огромное благодарность за то, что находят время. За то, что приобщают молодежь к активному участию в жизни, прежде всего, общества, государства, университета. После сегодняшней встречи у меня есть почва для размышлений. Я считаю, что мы обсудили большой спектр важных тем. И это действительно заставляет о многом задуматься. Крайне приятно было то, что диалог прошел на равных. Было достаточно комфортно. Несмотря на то, что человек на самом деле выдающийся. И он играет очень большую роль для развития нашего государства. Я думаю, для нашего университета тоже в том числе. Очень понравилось то, что именно нашу группу выбрали для этой встречи. И очень благодарна за этот опыт общения с таким вот человеком. И хотелось бы почаще. Нам очень понравилась встреча. Мы были рады, что нас посетили, что с нами поговорили. Мы обсудили хорошие темы. Мы обсудили важные и интересные темы. И выявили для себя много нового и интересного. Я очень рада, что у нас прошла такая встреча с Александром Павловичем. Потому что я считаю это важным. Проводить такие мероприятия еще и в форме диалога. Это очень познавательно. Наша встреча с Александром Павловичем проходила в форме диалога. Не было такой лекции, что он рассказывает, мы слушаем. Диалог проходил на равных. Каждый студент рассказывал о себе. Задавали различные вопросы, на которые Александр Павлович давал подробный ответ. Я считаю, что такие встречи должны проводиться чаще.